Привет ребят, и те кто подписан на мой канал в дискорде должны знать, что я был в отъезде. Но за это время мой канал стал расти, набирать подписчиков и просмотры. За что вам хочу сказать большое спасибо. Сегодня же я расскажу вам про то, что я делаю на протяжении уже двух месяцев. Это GI библиотека на базе sml. В этом видео я покажу вам, на что способна моя библиотека на данный момент. И да, по мере разработки библиотеки, я буду записывать новые видео. Также я покажу примеры приложений, которые вы сможете с легкостью сделать, используя данную библиотеку. Но все это потом. Поэтому оформляй подписку, чтобы не пропустить. А с колокольчиком точно не пропустишь. Ну можно еще лайк и коммент. Ну а с вами Чефи, и мы начинаем. Поехали. Ну а начнем мы с кнопок. Класс называется Button. Я не буду перечислять все методы данного класса, но я расскажу вам основные. Также я пишу документацию по библиотеке. Если я ее написал, то на гитхабе, именно туда я выкладываю свой проект, будет документация в виде сайта. Ссылка на гитхаб, если что в описании. Данный класс имеет все основные методы мастербирования. Позиция, сайз и скейл. Вы можете наложить текстуру и добавить текст. Сейчас напишу небольшую программу, где применим все вышесказанное. Создаем SFML проект, и почти любой проект начинается с этих строк. Думаю, если вы хоть немного работали с SFML, то писали похожие строчки. Затем мы подключаем нашу библиотеку, которая называется GIController. И начинаем работу. Создаем объекты класса батту. И зададим ему размер и позицию. Далее мы добавляем текст. Сначала создаем его. Передаем ему строку, цвет, размер шрифта и сам шрифт. А затем, передаем данный текст в наш класс, с помощью метода setText. Думаю, все понятно. После того, как мы сделали все вышесперечисленное, мы можем запустить нашу программу. Видим кнопку белого цвета с черным текстом. И да, моя библиотека имеет методы наложения текстуры. Почти на все объекты. Поэтому вы с легкостью можете уйти от монотонного белого к своей текстуре. Или же вы можете изменить цвет кнопки. Например, на желтый или любой другой. Это все дело вкуса. Немного отошли от темы. Если нажать на кнопку, то ничего не произойдет. Если навесить на нее тоже, ничего не будет. Чтобы хоть что-то сработало, нужно вызвать функцию GIControl. Чтобы проверить, нажат ли кнопка, это можно сделать с помощью метода isClicked. Ну или если вы хотите проверить, удерживается ли кнопка, то метод isPressed. Все предельно ясно и понятно. Ну давайте что-то выведем в консоль, если кнопка нажата. И запустим программу. Видим, если навестись и нажать, то все работает. А главное в том, что с какой легкостью мы сделали данную программу. Я опростил все до минимума. Конечно, в будущем я еще буду дорабатывать мою библиотеку. Чтобы вы могли настроить ее под себя. А сейчас мы переходим к следующему классу. Класс Slider. Тот пацанок, с помощью которого можно получить значение в любом типо зоне. Давайте уберем кнопку и начнем делать слайдеры. Создаем объект класса Slider. Все предельно легко. Также немного масштабируем. И да, позиция всех моих GUI элементов задается, начиная с верхнего левого угла. Для того, чтобы все выработало, не забывайте про функцию GI Control. Это очень важно. Давайте зададим цвет нашему слайдеру. Пусть полоска будет белая, а ползунок будет красным. Запустим программу и видим, как все работает. Но ничего не вводится. Давайте выведем текущее значение ползунка. Это можно сделать через метод GetValue. А с помощью метода SendRange мы издаем минимальное и максимальное возможное значение. Теперь запускаем программу и видим, как выводится значение в заднем диапазоне. И да, значение типа float. Последнее, про что я расскажу вам в этом видео, это CheckBox. Думаю, вы знаете, что это такое. А если нет, то кратенько. Это просто кнопка, которая имеет два состояния, 0 или 1. Создадим объект класса CheckBox. Дальше, как хотите, масштабировать, издавать текстуры, изменяйте цвет. Также, с помощью метода GetStraight вы можете узнать текущее состояние CheckBox. Запустим программу и видим, что все работает. Вот так легко и просто можно создать же элементы. В следующих видео я покажу, как создать поле для ввода и список кнопок. Больше информации вы можете почитать в документации по использованию моей библиотеки. Я делаю все, чтобы моя библиотека имела много пользовательских настроек. Поэтому поддержи меня подпиской и лайком. А также напиши комментарии своими пожеланиями. Тебе не сложно? А для меня это очень большая мотивация. Ну а с вами был Чефи. Жди новый видос и посмотри старые. Всем удачи и всем пока-пока.